Мы рассматриваем серию видеороликов совершенствования проектирования железобетонной конструкции, выявления, устранения, предупреждения ошибок, представляющих собой видеоотчет об объединенном заседании Советов по железобетонным конструкциям и по программным средствам строительства. Это седьмой ролик серии, в котором сформулированы предложения по совершенствованию проектирования железобетонной конструкции, обобщающие результаты моего сообщения на заседании Совета. По итогам изложенного, мои предложения состоят в следующем. Первое. Безотлагательно исключить возможность применения программ с выявленными серьезными ошибками, в первую очередь тех программ, в которых не выполняются условия равновесия. При проектировании по таким программам нарушаются требования норм, возрастает вероятность аварии, возможен большой перерасход материалов и увеличение стоимости конструкции. Второе. С целью повышения надежности конструкций, включить неизб процесс оценки расчетов железобетонных конструкций по различным программным комплексам. Правильность расчетов можно оценивать, сравнивая результаты с примерами пособия. Если будут выявлены ошибки в пособии, исправлять их и вносить измененный текст в интернет-издание, сообщая об изменениях. Таким образом, появляется возможность унифицировать расчеты и получать одинаковые результаты, соответствующие нормам, по всем программам, устраняя возможность проектирования как с перерасходом материалов, так и с большой вероятностью аварии. Третье. Разработать документ для верификации расчетов железобетонных конструкций по СП-63. Документ должен содержать небольшое число примеров по каждому разделу СП-63, позволяющих авторам верифицировать программы или ручные расчеты. Четвертое. С целью снижения стоимости и материала емкости конструкций проводить в ней экспертизу проектов, используя методику пособия по оптимальному проектированию железобетонных конструкций. Пятое. Переиздать пособие по оптимальному проектированию железобетонных конструкций с учетом новых реалий и возможности широкого применения ЭВМ. Шестое. Создать компьютерные программы, реализующие концепцию ВИМ для железобетонных конструкций с использованием наиболее прогрессивных на настоящий момент решений. Тогда эти прогрессивные решения найдут наиболее широкое применение в строительстве при использовании программ в реальном проектировании. Седьмое. С целью сокращения трудоемкости и сроков проектирования, а также минимизации ошибок, разработать рекомендательные документы, пособия, руководство по автоматизированному проектированию железобетонных конструкций с использованием технологии ВИМ. НИЖ мог бы стать проводником внедрения этой передовой технологии. Эти предложения можно реализовать достаточно легко, без существенных финансовых затрат, а большой положительный эффект от их реализации очевиден. В заключение я хочу поблагодарить за внимание и выразить надежду на то, что в скором времени положение с проектированием железобетонных конструкций улучшится. Продолжение следует...